Всем привет! Это Ильдар Шибанов. Это фильм Мэк и Порно, режиссерский дневник, где я рассказываю и делюсь своим опытом в съемках короткометражного и полнометражного кино. Типс и трикс. Да, записываю это все дома, потому что нахожусь в самоизоляции, со своей семьей. И вам тоже советую. На то, что не все умрут, но из-за того, что большая нагрузка на медицинские учреждения и на всю нашу медицину, пожалуйста, совайтесь дома. Чем меньше она заразится, тем быстрее все закончится, тем быстрее мы вернемся к съемкам нашего кино. И, наконец-то, может, я с ним выступал новикражное кино в этом году. Пожалуй, пожалуй. Вот. Да, в тот раз я рассказывал о том, как будет больно отрезать из фильма какие-то сцены. Но также бывает, что во время съемок у вас, как я и говорил, у нас был один съемочный день, и нам нужно было успеть очень много сцен. Но, но. И мы, конечно же, что-то не успели. Мы не успели снять один кадр. Много успели, но это был один кадр, очень важный. Он, конечно, был не такой важный. Но мне, как режиссеру, мне казалось, что это важно для передачи нужной эмоции. Его там не хватало, потому что передача какую-то такую, ну, не то, что похоть, но какое-то состояние. Это был кадр, который снимался через зеркало. У нас зеркала была очень важная часть. Это то зазеркалье, в которое попадает герой. Когда встречает эту героиню Айсулу Анат, поэтому она приводила какой-то новый мир. Того, что не нужно сняться своих желаний, не нужно сняться того, какой ты есть, а нужно принимать себя. Потому что что-то не получилось так, ты можешь попробовать по-другому. Но всегда это ты. Ну, ты такой есть, от себя не уйдешь. Там был кадр зеркаля, с героиней, с которой мы не могли снимать в следующий день. Но это был очень важный кадр в зеркало, где как раз был виден, так сказать, зад Чигиза, оголенный. И нужна была дублёрши. И я подошёл, мы с продюсером нашим, с автором сценария, с Юлей, и с оператором решили, что это можно снять через зеркало, там, подборовавшись. И создав нужную атмосферу, нашли дублёра из нашей съёмочной группы, потому что у нас не было возможности привлекать кого-то ещё, не было времени. И на следующий день мы сняли это. Поэтому очень важно, если вам, как режиссёру, если вам нужен этот кадр, пожалуйста, подойдите к своей продюсеру или ко второму режиссёру, обсудите это всё с группой, и вы придумаете решение с актёрами, как это снять. Потому что если вы уверены, если вы знаете, что фильм очень пострадает без этого кадра, то вам нужно его снять. И вы придумаете, как это сделать, даже если у вас там нет актёра или невозможно посвящение или чё-то, вы можете придумать, как это снять. Поэтому всегда не бойтесь обращаться к своим соавторам, потому что это всё-таки коллективное творчество, фильм должен не только вам. И не бойтесь того, что вы чё-то не смогли, не успели, потому что, да, понятно, если что-то не успели, не всегда это по вине режиссёра, но бывает и так. Пока ещё не закончили съёмки, ещё не всё потеряно. Если у вас есть уже следующие съёмочные дни, то почему бы и нет? Может быть, вы можете как-то построить график, чтобы снять этот кадр, если без него фильм сильно пострадает. Поэтому никогда не отчаивайтесь и всегда будьте в контакте с своей группой, и всё у вас получится. А завтра я расскажу о том, как важно коммуницировать с актёрами, и важна ваша поддержка режиссёра для них, и как это лучше всего выражать, как держать контакт со своими актёрами. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!